Я дам такие звуки или такие специальные методы, когда можно будет читать это, ну, специальные мантры, которые будут, допустим, созданный образ, созданный, допустим, какой-то символ, после этого там смотрим на символ, произносим какие-то слова и появляется в жизни материальная благополучие. Также я вам дам символ, который называется «деньги неоткудова», на который можно просто смотреть и после этого у вас будет появляться в жизни большой материальной благополучие. Я объясню, как сделать так, чтобы взяли на работу, объясню, каким образом сделать так, чтобы там прощали долги. Также я вам буду давать много-много всевозможных коротких и длинных мантр, которые позволят нам сделать вас в бумбу, после этого там читать, допустим, в магазине, чтобы люди были. Я дам вам определенные слова, которые будут на арабском языке. Почему на арабском языке? Потому что есть люди, которые исповедуют культ ислам и для этих людей, наверное, будет правильно читать свои слова, которые есть. Также очень интересные механизмы, о которых я завтра буду рассказывать, позволят вам улучшить состояние вашего бизнеса. Сделать так, чтобы люди находили вас. Я объясню, как сделать так, чтобы начали смотреть на вас, восхищаться вами. Если будет все хорошо, то я вам дам еще специальные мантры, которые заставят людей окружающих видеть вас, тех людей, которыми можно восхищаться, которым можно приравниваться и которые будут видеть вас в что-то очень красивое. Да? Интересно? Готовы? А? Ребята, вы понимаете, вы понимаете, особенность, да. Я в свое время делал, как я знал. А я думал, что если я найду какую-нибудь квинтэссенцию, то после этого эта квинтэссенция сделает меня обязательно богатым. Не изменяя свое отношение к деньгам, допустим, видя деньги в чужих руках, я испытывал состояние страданий. Не без конца существовала вот эта жадность, зависть, понимаете, калькулятор. После того, когда я начал практиковать методы, которые я пытался найти, то есть это были методы там со свечами, вы наверное знаете, там паучки, там денежки, там закапывал, откапывал, ниточками завязывал и там только что, чтобы там только не происходило. Воском капал и там чем только не занимался. Так вот, чем больше я занимался магией, тем тяжелее вот эти вот мои состояния становились. А теперь мы знаем почему. Я получается все равно включал энергию денег, а энергия денег это те чувства, которые возникают во мне тогда, когда я думаю о деньгах, общаюсь с деньгами или каким-то образом их трогаю. То есть что это во мне взращивало? Это взращивало во мне дополнительную жадность, дополнительную трусость, дополнительное неверие, понимаете, хитрость какую-то и так далее. То есть вместо того, чтобы сначала предварительно изменить себя, а потом заниматься эзотерикой, я начинал сначала заниматься эзотерикой и это приводило меня к тому, что мне было только от этого хуже. Дошло до того, что вообще деньги исчезли из моей жизни и после этого пришлось еще долгое время ковыряться и находить возможности и понимать почему и от чего это произошло. Нет более эзотерики, чем осознание. Представляете, вот это осознание, которое у вас уже появляется, наверное делает вас теми людьми, которые теперь понимают. Энергия денег она устроена по принципу, если ты получаешь от этого удовольствие, то тогда они у тебя будут. В случае, если ты отдаешь и радуешься, то тогда они у тебя будут. В случае, если ты принимаешь и радуешься, тогда они у тебя будут. В случае, если ты живешь так, чтобы твоя жизнь становилась дороже, я, кстати, рассказывал об этом, да, то есть в ней появляется удовольствие, плюс радость, плюс отдых, плюс эстетизм, то тогда, наверное, в твоей жизни появляется и стоимость твоей жизни, которая обуславливается, наверное, вот таким эстетизмом. Тогда твоя стоимость увеличивается и только за счет этого у тебя увеличивается стоимость, ну, приход денег в твою жизнь. Естественно, если ты себя угнетаешь, если ты постоянно себя унижаешь, если у тебя до сих пор присутствует жадность, хитрость, если ты разорванный весь и у тебя постоянные нервные состояния, ну, какие магические манцы и панцы могут помочь нам что-либо в жизни привлечь? Правильно, да? Именно поэтому, когда мы говорим, Андрюша, а можно вот это все убрать, а начать сразу, там, видям дыхимахешвари, самастамадхидам дыхимипарамешвари, там еще и что-то, еще и что-то, и после этого я говорю, но как же это может произойти, если я, если сейчас вам это дам, и у вас не изменится внутренняя осознанность процесса и понимание, что такое вибрация денег, то тогда это только нарушит вашу гармонию и после этого будет только хуже. Правильно? Именно поэтому мне приходится давать вам сначала концепции какие-то и после этого объяснять, что такое практика. Концепции и после этого объяснять, что такое практика. Знаете, мне тоже очень близко давать одни практики, одну магию, но я понимаю, что дать одну магию, это дать человеку гранату и ждать, когда он все-таки умудрится что-то в себе изменить. Правильно, да? Ну что ж, я был рад сегодня с нами всеми общаться. Я надеюсь, что та информация, скажите, та информация, которую вы получили сегодня, она вам понравилась? Где-то она была эксклюзивная для вас. Хорошо. Вот так? А я же вчера вам это дал под диктовочкой. Скоро у меня сегодня будет много-много людей в магазине, да? Я уже приставил и раскрутил левую. Я левую руку держу перед собой, а правой рукой кручу. Да, потом, если не получается, можно правой. Потом, если не получается, выдыхаю, если не получается, выдыхаю. Скажите, кто-то сегодня пробовал это делать? Ну и что? Я вам сразу же скажу. Если практика выполняется правильно, то у вас к вечеру должна быть сумасшедшая усталость. Да, если вы сделали правильно, это сработало, то до вечера должна быть жуткая усталость, аж с ног падает. Почему? Ваши программы утренние, они закрываются вечером, в момент закрытия тяжелая усталость. Ребята, вы сейчас как маленькие дети. Я вам объясню, почему. У вас, получается, есть ложка и есть столик, но вас никто никогда еще не учил кушать. Вы взяли еду, сейчас ее на голову насыпали, там, сзади спины насыпали. Вы должны понимать, что работа с энергиями, она идет через призму еще и нашего энергетического тела. Понимаете, не бывает так, чтобы за один день что-то произошло. Ну, семь это минимально, понимаете. Семь дней это минимум вообще. Вы уже этим можете заниматься дома, мы обязательно это все сделаем здесь и обязательно еще вернемся к практикам последовательного выполнения. Что у нас еще будет? У нас еще будет убирание проблем, там, на свече, на бумаге я буду объяснять, как это убирать. Я объясню, почему они появляются, что с этим можно делать. Завтра я вам дам вот эти методы, связанные с бизнесом, с трудоустройством, с работой, там, вот, со всеми вот этими элементами. Также у нас будет один день, когда мы будем изучать паранормальные способности. Я объясню, что такое ясновидение, как его можно развить у себя, что такое практики расщепления, каким образом можно находиться в состояниях расщепления. Я объясню, как мы можем ощущать человека, как мы можем построить у себя компас, который позволит нам найти человека. И как даже в свою жизнь мы можем привлекать кого-нибудь или отталкивать, если это нужно. Позвонили, если энергококон очень хорошо работает, то достаточно. Если он у вас чистый, энергококон, там мало мыслей, то тогда ваш энергококон заставит этого человека позвонить. Просто о нем достаточно вспомнить. Но вы же только начали, вы его гипотетически почистили, энергококон. Так вот, вам для того, чтобы почистить энергококон, нужно сделать это хотя бы, ну, с десяток раз. Он у вас за один раз не очищается. Но еще, вы должны понимать, после того, когда вы почистили энергетический кокон, то нужно обязательно обвести помещение и его очистить. А еще, перед тем, как вы почистите энергетический кокон, вы уже должны автоматически находиться в чистом пространстве. А я хочу вам задать вопрос. А вы находились в чистом пространстве? Так. Нет. А я вот просто, что вы сказали, что на самый, вот, если дом двухэтажный, вот, чистый... На первом этаже? Вот это я просто... Все, до свидания. Конечно, машину можно точно так же чистить. Обвели после этого ее, взяли ее в энергетический кокон и так далее. Я завтра расскажу, как сделать так, чтобы гаишники не останавливались. А еще расскажу, как остановились, вы вышли, он говорит, ну все, счастливая дорога. Лучше, самый лучший эффективный метод очищения пространства, это все-таки визуальный образ, визуальный образ сжигания, и после этого прозрачности, и после этого внутреннего свечения. А это вы зациклили, когда заходите в платье, вы закрываете? Нет, нет, это можно сделать в том месте, где вы находитесь. То есть вы можете просто вот сидеть в этом месте, обвести и сделать энергетический кокон здесь. И после этого здесь можете это все почистить. Каким образом? Хлопнул в ладоши, приставил, будто все горит, подождал чуть-чуть. Хлопнул в ладоши, приставил, будто вокруг стало все прозрачным. Хлопнул в ладоши, приставил, будто все из середины начинает светиться. После этого сделав вдох-выдох, через 30 секунд могу уже выполнять следующий этап этой практики. и раскручивать свой энергетический кокон, как? Или представляю, раскрутил в одну сторону, после этого подождал 30 секунд, в другую. После этого смотрю на чей-то телефон и думаю, вот, надо же, хорошо было бы, если бы Дима позвонил. Правильно? В этот момент этот человек начинает усиленно о вас думать. А вот перед сном можно... Вот это вырабатывается, да? Если перед сном сделать длинные выдохи и короткие вдохи, то вы не будете спать. Наоборот. Да, если перед сном сделать... Утром лучше. Утром. Утро самое лучшее время. Я вам потом еще раз отвечу на вопрос. Смотрите, в левую сторону, если крутится, это привлекает. В правую сторону очищает. Поняли? Здесь полярности, они не такие простые. Левая сторона, это грубо баллон, который крутится вот сюда. И правая сторона, это баллон, который крутится вот сюда. Представляете, да? То есть у нас они между собой отличаются, но крутятся в одну симметричную сторону. При этом этот сюда втягивает энергию, этот вот сюда делает завихрение. Наша энергия, она вот так крутится. При этом у мужчин расширяется внизу, у женщин сужается. Таким образом, если я вот сюда кручу, то это тоже хорошо, но это не совсем для нас. То есть это не совсем по нашему ходу жизни. Все-таки нужно крутить вот так. Видите? Вот так. Правой рукой от себя. Да, правой рукой от себя назад. И длинный, и длинный. Вот таким образом. Да, здесь я представил ярко магазин. Не забываем, что там есть яркая эмоция. И только после этого формируем раскручивание. А кому-то надо спать. Да, нет. Все, до свидания. Если кого-то обиделся, обидел вернее, то тогда у вас есть два варианта. Либо сказать, а я ни при чем, либо обидеться на меня, либо написать мне письмо с проклятием. Все зашел это другое. Спасибо. Продолжение следует...